Девушки отдыхают 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 Хватит притворяться, Андрюха. Или ты совсем не хочешь меня видеть? Зачем тогда приехал? Привет, Сэм. А сам не догадываешься? А ты постарел? Так возраст. 14 лет прошло. А вот ты почти не измерился. Режим диета. Могу устроить по старой дружке. В другой раз. Ну давай оставим воспоминания и поговорим о деле. Что ты знаешь? Все. Так я и думал. Угораздило же этого Янкиса загреметь с тобой в одну камеру. Ну и зачем приехал? В Бельмондо поиграть? А что мне оставалось? Присылать тебе открытку и повеситься? Так было бы лучше для всех. Но именно это меня и остановили. Не сомневаюсь. Каким ты был, таким и остался. Зато ты из просто сволочи стал полной мразью. Расту. Ладно, давай прощаться. Надеюсь, обойдемся без поцелуев. Ты все-таки предатель Родины, а я полковник ФСБ. Да, кстати. Так, из любопытства. Как ты сбежал из тюрьмы? А? Секрет фирмы. Вредничаешь? Ладно, переживу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты со мной. Как только закончите, сразу сообщите. Поняли. Саня, ты зачем приезжал? Соскучился? Да не то чтобы. Но кто-то же должен был тебя опознать. Прощай. Масютин. До встречи. Не светитесь тут. Оля. Садись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну чего вы отомтитесь? Давайте быстрее. Средство новое. Проверенное. На себе проверенное. На себе проверял. Шутник. Ага. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Врача. Как сообщить о выполнении задания? СМС-трежиссер Кип. Телефон. Свети. Врача. Какой абонент? Михаилов. Михаилов. Врача. Ну, здравствуй, Родина. Врача. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день, Вера Сергеевна. Добрый день, Александр Юрьевич. Выглядите, как всегда, выражительно. Благодарю вас. Шеф у себя? У себя. Ждет. Я попрошу нашу безопасность проверить его доходы. А, жена в бизнесе. Ну да, это у нас сейчас модно в конторе. Своих жен в бизнес отправлять. Я перезвоню, у меня срочно. Зубов. С собственной персоной. И даже хорошо выглядит, должен заметить. Точнее, выглядел. Подожди, ты сам все закончил? Нет. Ребятам тоже надо тренироваться. Да не волнуйся. А я волнуюсь. Зубов матер и профессионал. Но не после 14 лет индонезийской тюрьмы. Кстати, я тоже профессионал и тоже был на том задании. Подтверждение уже пришло. Все. Можешь расслабиться. Это я. Хорошо, сейчас подъеду. Я к генералу. Будь на месте. Есть. Привет Арсению Ивановичу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно у нас построили? Лет десять как. Вас, наверное, долго в Питере не было? Долго. Вы одежду чем-то запачкали? Томатный соус. Ага. Никогда не удавалось перекусить в самолете аккуратно. Его работят. Иди сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди сюда. Питереopolis. Ага. Бlag. На этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не очень сложно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Двух бойцов поставишь на втором этаже, а первый номер навстречу. Добрый день. Арсений Иванович ждет вас в Оранжеле. У вас десять минут. Итальянцы на подъезде. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Арсений Иванович, Зубовым вопрос закрыт. Подтверждение получено. Садись. Допросили? Кратко. Обстановка не располагала. Не понимаю, зачем? Зачем Зубов приехал сюда после своего побега? Убить нас, как я полагаю. И восстановить свое честное имя. Он что, идиот? Бороться в одиночку. Может, он был с кем-то в команде? Нет. Не думаю. Иначе бы он так легко не попался. И потом, не забывайте, Зубов официально предатель Родины. Никто не рискнул бы ему помочь. Что бы он там не рассказывал. Ладно, в любом случае, Зубов, это пройденный этап. Вы молодцы. Терпеть не могу, когда предатели Родины ходят по нашей земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Принять не могу. Почему? Наградные. Ну и что? Наградные не принимаем. Это мои. Там написано полковнику ФСБ Коневу. А здесь что написано? Восемь. Мало. Хорошо, десять. Но без квитанции. Из уважения к вам. ГУdderом. Давай. ЗВУК ДОМИТОМА다는 ЗВУЧИТ Отдалась, давай. СНАК. Вон тот алкаш вообще. Ногами шевели быстрее. Давай из-за тачки шухерни его, я сзади накрою. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Ну что, живой? Руку давай. Да чуть ребра мне не сломал. Растутся. Давай, карманы шпунай. Я в портфеле дам. Так, куда бабки сунул, а? Так. А. Так. А, прикинь, полкан ФСБшный. Плохо вас учат, товарищ полковник. Валим. Ты кто такой? Герой, что ли, нашелся, а? Сейчас мы тебе мозги вправим, геройчик. А ну-ка, иди сюда, урод. А! Да ты что, урод? Убил! УДАР 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 Хорошо нас учат. УДАР УДАР Здравия желаю, Виталий Андреевич. УДАР УДАР Вера, меня нет ни для кого. Хорошо, Анатолий Владимирович. УДАР Как группа пропала. Ты вообще понимаешь, что происходит? Так, ладно. Поздно посыпать голову пеплом. Да и смысла нет. Ничего непоправимого не произошло. Он по-прежнему один и по-прежнему вне закона. Мы найдем его. Только выделим мне сынчика из отдела контрразведки. Желательно лучшего. Зачем нам человек со стороны в этом деле? А за тем, что меня, как и Зубова, учили убивать и похищать, а не искать и расследовать. Чтобы поймать профессионала, понадобится профессионал. А я буду рядом. Ох, Мащутин, Мащутин. Ладно, есть у меня один. На заметке. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ДВЕРЬ Чего осаждаешь? Меня, между прочим, из-за тебя турнули. Не доглядел, не досмотрел. Предателя проморгал. А вы поверили? ЗВОНОК В ДВЕРЬ А что я... Я ж так толком и не знаю, что там произошло в этой... Индонезии. Что произошло? Типичная российская история. Вас подставили. Старший оперуполномоченный майор Цыган Вячеслав Юрьевич. Так точно. Я читал о ваших успехах в розыске скрывшихся террористов. Вообще-то в нашей конторе это редкость. Обычно лучшие соскари в полиции. Но ваше руководство утверждает, что вы в розыске один из лучших. Это правда? Никак нет. Я лучше. Тогда к делу. Это ваш объект. Зубов Андрей Борисович. Наш бывший сотрудник. В январе 1999-го мы получили информацию, что бывший российский военный советник, он же международный торговец оружия, Антон Сергеевич Чуб собирается встречаться в Джакарте с представителем террористической группировки из Юго-Восточной Азии по вопросам продажи ракетных установок со складов Дальневосточного военного округа. Для проведения секретной операции по задержанию Чуба и его транспортировке на родину была направлена в Джакарту группа Зубова. Встреча Чуба с покупателем была назначена в отеле «Рафлз», где он тогда проживал. Мы тоже там сняли один из номеров на втором этаже. Официально по договору Чуба охраняли сотрудники АСД и местной контрразведки. Единственная проблема Чуба была в том, что покупатели не желали сталкиваться нос к носу с офицерами АСД. И за 15 минут до встречи он должен был их отпустить. Это был наш шанс. Только мы его не использовали. Да, я слышал, что машина... Машина, в которой моя группа следовала навстречу «Рафлз» к назначенному времени, взорвалась на мосту через реку Чилиунг. Погибли все. В то же время ко мне ворвалась полиция в номер, обнаружила в тайнике наркотики, деньги, взрывчатку. Мы знаем, что Чуб завербовал Зубова. Разрешите, товарищ генерал? Присаживайтесь. И по указанию Чуба Зубов ликвидировал свою группу. А затем Чуб сдал Зубова местным властям за вознаграждение. Но, к счастью, одному из членов группы удалось остаться в живых. Этим сотрудником был полковник Масютин. Тогда еще капитан. Именно с ними, с его людьми, вам и предстоит работать. Вопросы? Разумеется. Если Чуб сдал Зубова властям, почему Зубов, в свою очередь, не сдал Чубу на суде? Потому что к этому времени Чубу уже не было в живых. Оставшись в одиночестве без прикрытия, полковник Масютин сумел ликвидировать Чубу. За что и был приставлен к государственной награде. А что вообще Зубов говорил на суде? Молчал. Но ему это не помогло. Камера смертников? Вы? Зубов жив. Как это жив? Только без истерик. Тебе не за это платят деньги. Он же знает обо мне. Такой информации пока нет. Но из страны надо срочно выезжать. Сменишь документы. Перед Красевым я задачу поставил. Пока мы здесь не разберемся, предельная осторожность. Спредельная. Ты для Зубова единственный шанс. Сам понимаешь. Ну, ну, ну. Даже в голову не бери. Слишком много в тебя вложено, чтобы сливать. Из-за появления какого-то призрака прошлого. Но чтобы к утру тебя в стране не было. Будь здоров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До свидания. Меня приговорили к смертной казни. Но только в Индонезии смертники могут десятилетиями сидеть в тюрьме. Три года я ждал. Ждал, что меня вытащат. А потом перестал. Ко мне даже из посольства никто не приходил. Тебя официально не существовало. Ты пересекал границу как гражданин Молдавии. И потом, по официальной версии, ты перешел на сторону врага. И все поверили. Ну да. А год назад ко мне в камеру попал один американец. Конченый наркот. Так вот, увидев меня, он впал в истерику. Он просто умирал от хохота. Дело в том, что он работал в Лэнгли. И отслеживал операцию с их стороны. Потом его уволили за какие-то темные делишки в Ираке. Он занялся транспортировкой героина нанесуть. Так вот. Этот Рик рассказал мне, что наши шефы уже давно работают с Чубом. И полученная нами информация от сделки спутала им все карты. И отмахнуться нельзя. И Чуба оставить живым тоже нельзя. Вот так родилась история предателя. Группу зачистили. И с Чубом вопрос решили. Этот Рик привел мне несколько фактов, и я понял, что он не врет. Кто? Генерал Дедюн. Полковник Карасев. Капитан Масютин. Помните? Должны помнить. Информация из нашего подразделения о Карасево с Масютиным. Нам Дедюн соцватал, мол, Чуб их тема. И ведь не соврал. Кстати, Чуб тоже в нашей конторе работал когда-то. Хороший бизнес. ВЫСТРЕЛ Выпьем. Не стану. Если 14 лет не пил, то лучше не начинать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За время пребывания в тюрьме в Джакарте Зубов был завербован международной террористической организацией, устроившей его побег. Ваша задача найти его как можно быстрее. Он враг России. И он очень опасен. Я поймаю это же дело. Ну и что тебе от меня надо? Информацию. По Карасеву, Дедюну и Масютину. Карасев замначальника управы. С губернатором в Десны. С Москвой в засос. Говорят, будущий директор конторы. Вера у него помощницей. Какая Вера? Какая Вера? Та самая Вера Серова. Ты что думаешь, я ничего не знал? Масютин. Начальник отдела оперативного вмешательства. В тое время такого не было. Героя получил. За ликвидацию Чуба. А Дедюн? Дедюн. Дедюн? Пенсионер-миллионер. Как я. Генеральный директор компании Русь Оружие. Лидер партии за Родину. Олигарх по особо важным деньгам. Виталий Андреевич, вы по моей семье что-нибудь знаете? За что Катю убили? Митька где? Откуда ты? Катю уволили. Ну, сам понимаешь, не может жена предателя работать секретчицей. Она потом бизнесом занялась. Андрей, пью я. Извини. Тоже занятие. Удачи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это наши главные помощники. На них замыкается группа, которой они будут ставить свои задачи. Я предпочел бы работать со своими людьми. Это невозможно. Слишком высокий уровень допуска к информации. Тогда я буду напрямую инструктировать группу. Это тоже невозможно. Мы не можем их рассекречивать. Хорошо. Вот вам адресная программа. Десять адресов. Задача просто присматриваться. В героев не играем. Выполняйте. Наши действия. А мы на главный адрес. Угу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, а вы не подскажете, как проехать до центра? В облаточном метро. Ну, там же ветка разорвала. Что вы? Её уже давно восстановили. Лет десять как. Ясно. Спасибо. Да не за что. Поехали отсюда. Засаду надо оставить. Ознан здесь уже был. Чего вы взяли? Интуиция. Проходите. Телевизора нет? Сломали. А телефон? Отключили за неуплату. Один жилец наговорил с Ташкентом, а потом сбежал. Сволочек. Хорошо. Я согласен. Деньги за неделю вперед. И не шумите. А то у меня бабка тут за стеной. Сразу как что в полицию звонить. Ключ. И никаких кипятильников. А то один раз. Чуть не сожгли мне здесь. Хорошо. А вы откуда? Из Джакарты. Где это? Недалеко от Ташкента. Я уже могу сходить в душ и лечь отдохнуть. Отдыхайте. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Да, не всем пенсии идут на пользу. А был неплохим офицером. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он здесь тоже уже был. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давно занимаетесь иском? Давно. Много раскрытий. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Много. Не любите разговаривать? Почему? Я же вам отвечаю. Да. Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Три-два-восемь. Один-три-шесть. Записал? Понял. Так, все, у меня вторая линия. Масютин. Где? Нашли трупы наших сотрудников. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поедем туда? Нет. Почему? Потому что он там уже не появится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, обустроились? СТУК В ДВЕРЬ Полковник Конев доставлен, но он пока неадекватен. Я думаю, понадобится еще часа два. Хорошо. Ну, какие у нас планы? Искать. За банкиром Галичевым, другом детства Зубова, наблюдение установлено? Да. Пусть группа наблюдения докладывает мне лично через каждые 15 минут в подробностях. Каждые 15 минут? Именно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я чего, милый? Водки хочешь? Да я тебе за это все что угодно сделаю. Все не надо. Позвонить надо. Хоть президент. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы куда? Открываем мы на заявку. На какую заявку? В тридцать седьмом доме муж бьет жену. Мне сначала надо старшему доложить. Вот ты нас пропусти, а потом докладникам ходишь. Давай, открывай. Лёх, открывай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот тот дом. Домози. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Открывайте полицию. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, слушай. На ваш адрес перспектива заявка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какую жену? Я уже 10 лет в разводе. Вы же все равно должны проверить. Позволите? Ну, проходите, проверяйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мою машину ко входу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всего доброго. Заявка отменяется. Да откуда я знаю, какая баба звонила? Ну, вообще, все трезвые. Нет? Да. Хозяин говорит, что 10 лет в разводе. Что он вообще... Это ему соседи. Товарищ косядан. Товарищ косядан. Все, пока. Чего? А мужик-то где? Ну, ты шляпа. Я тебе говорил, дверь нормально закрывай. Он, наверное, еще по дороге будет кушать. Закрыл? Ладно, поехали. Понял. Я первый, прием. Галичев. Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Это Михаил Королев из Невского Вестника. Алексей Дмитриевич, вы можете прокомментировать ваш конфликт с холдингом «Новострой»? Слушайте, Михаил, у вас выходные бывают? Да. Думаю, что да. Вот и мне хотелось бы отдохнуть, поэтому позвоните в понедельник в офис, пожалуйста. Хорошо, всего доброго. Спасибо. Валя, ну, найди ты какую-нибудь музыку поспокойнее. У меня голова гудит. Извините. Сейчас сделаем, Алексей Дмитриевич. Объект проследовал контрольную точку 4. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Лёх. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрёха? Окна за что ли? А почему именно банкир Галичев? Они были друзьями. У Зубова было много друзей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Но они связаны с системой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Там много листов из конторы? И многие с деньгами. Если вы скажете, что он пойдет к нему из-за денег и другой помощи. Но нет ни одного, кто мог бы рассказать, как погибла жена Зубова. А Галичев был с ней компаньоном. Возможно, Зубов вернулся не только выполнить задание, но и отомстить за смерть Екатерины Зубовой. Его сын разыскивается полицией. А Галичев единственный человек, который может дать подробную информацию. Ты нас фотографировал за два дня до моей командировки. Это все, что у меня есть. Все ваши вещи были у Митьки. А где он сейчас? В бегах, насколько мне известно. Три года назад он с дружками попался за вымогательство. Ну, я решил вопрос, и дело прикрыли. Ну, а теперь у него опять какие-то проблемы с полицией. Но мне он не звонит. Без надобности. Приподнялся. Теперь он работает с Антарктидой. Антарктида? Есть у нас один такой авторитет. Из спортсменов. Бывший Митькин тренер. А еще говорят, что спорт отвлекает детей от улицы. Я возьму ее? Да, конечно. Андрей, я... Ну, Митька... Короче говоря, Катя сказала ему, что ты погиб. Я ее отговаривал, но она посчитала, что это лучше, чем отец-предатель. Так что он не знает о тебе. Разберемся. Леш, кто Катю убил? Я не знаю. Мы ведь с ней открыли магазин. Ну, в том здании, в котором была обувная мастерская около вашего дома. Я вложился в ремонт. А тут на этом месте собираются строить развлекательный центр. Она уперлась в продажи. Я ее уговаривал, 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 уговаривал. Тут вдруг ее находит мертвой. Кто? Ну, я же тебе говорю, я не знаю. Центр кто построил? А, Антарктида. Тот, с которым теперь твой сын. Прости. Леш, дашь мне денег немного? Да, конечно. Сейчас решим. Позвоню, привезут. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Понял. Собирайтесь. Поехали. Куда? Только что Галичеву позвонил своему охраннику и попросил снять большую сумму в ближайшем банкомате наличным. Ну и что? Зачем Галичеву понадобились такие большие деньги дома ночью? Зубов у него в доме. Поехали. Узнаешь? Капитану Зубову А.Б. за личное мужество. ФСБ России. Откуда он тебе? Катя отдала. Не хотела, чтобы его забрали, когда ты не вернулся. А твоим коллегам сказала, что не знает, где ты его хранишь. Вот он и пролежал у меня. Забирай. Пусть еще полежит. Заберу, когда верну свое прошлое. Верни лучше свое настоящее. Это Митикина адвокатеса. Она тебе про него расскажет куда больше, чем я. Алексей Дмитриевич. Секунду. Да. Здесь 300 тысяч. В банкомате больше не было. Ага. Спасибо. Подожди. Так. Здесь 300 тысяч. В банкомате на заправке больше не было. Что-то не так? Они следят за тобой. И наверняка задумываются. Это еще тебе понадобилось 300 тысяч ночью. Машина объекта вернулась. Свет в окнах гонит. По периметру дома движения нет. Смотрите в оба. Мы на подходе. Принято. Стая, я Шархан. Вы где? Ушли с кольцевой. На ней ремонт. Идем в обход. Я уже на подходе. Перекрою главный выезд. Вы встанете на втором. Если клиент появится, огонь только на поражение. Мне больше не нужны трубы. Как поняли? Принято. Как увидим объект, работаем по схеме. До сих пор не понимаю, как он смог группу Шикунова ликвидировать. Ты его досье читала? Он лучший. Для таких машин 14 лет не срок. Машина объекта снова начала лечить. Я его вижу. Он на машине объекта движется прямо на вас. Вас понял. У вас есть оружие? Никакой стрельбы по колесам. Только на поражение. Стая. Для Шархан. Объект движется по дороге 6 в сторону города. Черный Гелендваген Галич. Мы встречаем. Подобритесь за. Огонь! Огонь! Водук работе, сближайся. Тормознись! Тормознись! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фу ты, черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, жилец. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово. Добрый вечер. Поздно гуляешь, дядя. У нас район опасный. Могут и ограбить. Вы чего, ребят? Он сделал вас, как каких-то ментов. В былые времена за такие проколы отправляли на Дальний Восток комаров кормить. Товарищ генерал, хочу отметить, что вины майора Цыганов в происшедшем нет. Он свою задачу выполнил и нашел Зубова. Вина за провал операции целиком на мне. Да какая разница на ком? Главное, что этот шпион, этот предатель спокойно рассекает по городу и делает все, что он захочет. Для человека, прибывшего с заданием, он ведет себя крайне странно. Он обращается к связям, которые нам явно известны. Такое ощущение, что у него нет ни плана, ни прикрытия. Если бы я обладал большим объемом информации, мне было бы проще вести розыск. Значит, вы обладаете тем объемом информации, который позволяет вам вести розыск. Что с банкиром? Он здесь? Он дом под нашей охраной. Так вот идите и работайте с ним. Он и полковник Конев пока единственные, кто могут нам что-то сказать. И все-таки он ведет себя странно. Он точно завербован? Свободный майор! У вас много своих задач. Дайте нам возможность решить наши. Многовато думает. Поэтому дело свое знает. Что с твоими ребятами? Да ничего. У Горина ушиб грудной клетки. Злее будут. Злее Зубова. Это вряд ли. Об этом надо было думать 14 лет назад. Нельзя оставлять таких людей за спиной. Какой телевизор, бабуля? Вы посмотрите на него, какой телевизор. Вот здесь стоял. На столе. Плоский. Почти новый. 30 тысяч стоит. Нехорошо, мужик. Честных тружеников обижать. Надо возместить ущерб. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно. Теперь я могу поспать? Дай, Космой. Колян. О, а это наше? Не понял. Это за моральный ущерб. Конверт верни. Чего ты векнул? Заглохни, чмо. КРИК Ничего в этой стране не меняется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗАГЛЯДОЕ Позвольте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА За моральный ущерб. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До свидания. До свидания. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Послушайте, могу я уже пойти спать, а? Но я вам все рассказал. Да, я сам дал ему машину. А как бы вы поступили на моем месте? О чем говорили? О международном положении, блин. Разумеется, о том, что было все эти годы. О чем он рассказывал? О том, что он не виноват и что его подставили. Угу. И вы поверили? А я всегда в это верил. Это подлинник? Авторская копия. Так я могу уже пойти спать. О чем он расспрашивал? О семье, смерти жены. И что вы ему рассказали? Правду. Включая то, что вы были основным подозреваемым следствием? Следствие сняло все вопросы ко мне по этому поводу. Я знаю. Но именно вы после смерти Катерины Зобову получили ее долю в магазине. Зобов знает об этом? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Иди в твоя очередь. Привет. Автобусы уже не ходят подвезти? Угу. До светлого будущего. Поехали. С банкиром он в поселок не проезжал. Это точно. Уверены? Абсолютно. Значит, он пробрался в поселок до вас. Нереально. На охране тоже один наш сидел. Его бы не пропустили, если бы увидели. Если бы увидели. Сворачивайтесь. Собирайтесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Богатый, что ли? Почему? Цену не спросил. Голодный. Два года на плавбазе. Хата есть? До утра две штуки будет. Залог. Сдачу отдам. Презвая какая. Как зовут? Снежана. А по правде? Снежана есть. Родители с детства к профессии готовили. На следующем перекрестке налево повернешь. Мы без записи никого не пропускаем. У вас здесь все четко. Кто приехал? Кому? Во сколько? А вот это что? Это? Так полиция приезжала. Тридцатьседьмой дом. Да и по ложному вызову. По ложному? А из какого отделения? Так из второго, наверное. Оно ближайшее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, он же не мог открыть дверь изнутри. Не мог. Ну, открыл. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Володя, это цыган. Воробей, кто сегодня подавал заявку на скандал в царской усадьбе на тридцатьседьмой дом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сдачи не надо. Сдачи. Мне после такого два дня на отходняк надо. Ты сколько в день зарабатываешь? А я днем не работаю. А за ночь? Когда как? Сейчас не сезон. Я у тебя зависну. На пару дней. Треха в сутки. Жратва с тебя. Идет. Это только за жилье. За секс отдельно. Бизнесменша. Договорились. Пафта вперед. За три дня. Сдачи не надо. Пойду в душ схожу. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Хреново выглядишь, Виталий Андреевич. Зато ты цветешь и пахнешь. Как пообщался с бывшим подчиненным? Отлично. Выпили. Вспомнили былое. Потом я поцеловал его в засос, и он ушел. А если серьезно? А если серьезно? Он мне рассказал все. Про Чуба и про ваши с ним делишки. Понятно, что ему никто не поверит. Но ему это не надо. А что ему надо? Охрану возьми себе, Карасев. Охрану? Хотя тебе это вряд ли поможет. Кранты тебе. Это я. У меня в кабинете полковник в отставке Конев. У него проблемы со здоровьем. Думаю, белая горячка. Пришлите кого-нибудь. Да, в наш госпиталь. Ветеран все же. Ухрана. СМЕХ Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну как, есть что-то новое? Вчера Зубов, чтобы проникнуть на территорию поселка Царская усадьба, сделал ложный вызов ближайший отдел полиции, подставил санаряду, прикинувшись пьяным, они везли его на территорию, где он от них сбежал. Красиво. Телефон, с которым он звонил, зарегистрирован на Кислицына Сергея Николаевича, 86-го года рождения, ранее судимого за грабежи. Между ними есть какая-то связь? Нет, не думаю. Но каким-то образом телефон Кислицына оказался в руках у Зубова, вот каким, мы сейчас выясним. Поехали. Этого хватит. Сергей Михайлович, мне кажется, вы меня плохо поняли. Я не работаю с судьями. Да что тут работать? Тебе что, денег мало? Ты же с ней вместе училась. А она послушает тебя. Давайте мы не будем терять с вами время. Вы найдете себе хорошего адвоката, и он решит все ваши проблемы. Это последнее слово? Да. До свидания. Вот это красота, а. Дура. Сам дурак. Что ты сказала? Еще шаг, и ты получишь двушечку неусловно. Понял? Аталия Петровна? Да, Аталия. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нервные у вас клиенты. Всякие попадаются. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Чем могу быть вам полезна? Два года назад вы вели дела Зубова. Ну, допустим. Я хотел бы его увидеть. Вы из полиции? Нет, я его отец. Насколько мне известно, отец Дмитрия Зубова... Это не так. Я сидел в тюрьме за рубежом. Теперь меня отпустили. Это единственное, что у меня есть. Мои слова может подтвердить господин Галичев, который вас нанимал для защиты Дмитрия Зубова. Здесь вы не очень на себя похожи. Было бы странно, если бы на фотографии 15-летней давности я выглядел бы так же, как сейчас. Дмитрий сейчас в розыске. Пока не в федеральном, но у местных оперов к нему очень много вопросов. Обоснованных? Боюсь, что да. Подождите, пожалуйста, минуту. Вы звонили Галичеву? Я постараюсь устроить вам встречу с Дмитрием, но не обещаю. Я с ним давно не общалась. Как мне вас найти? Я сам вам позвоню. Постойте. На другой номер. Вот на этот. Спасибо. Пожалуйста. Да, хорошо. Все. Ну, что там? Да он сказал, к ломбарду подойти. Ничего. Да там тетка какая-то, куртик должна принести. Нормально, куртик. На клубах. Слышат, по-моему, менты. Молодые ли? Валя! Куда ты нас? Ну, что? Я пошел. Руку сломаешь! Вы кто такие? Что за беспредел? Если я представлюсь, то вас обоих придется закопать. Понял меня? Ага. Допрашивайте, пожалуйста. Сидите. Вот этого человека видели? Ой, а вам кого? Аню. Анну Павловну. А тут таких нет. Пап, ты чего так долго? Тут какую-то Анну Павловну спрашивают. Анну Павловну? Да, она жила здесь с мужем Георгием 15 лет назад. 15 лет назад? Так мы три года назад эту квартиру только купили. Понятно. Тут Марк Семенович такой жил. В Америку уехал. Извините, я долго отсутствовал. Так вы через базу поищите. Через интернет. Через базу? Ну да. Как все? А, ну да, конечно. Спасибо. Судя по всему, они хотели ограбить Коня. А наш Зубов навалял и отобрал телефон. Телефон Кислицева он, скорее всего, использовал и сбросил. А телефон Бояринцева, наверное, у него. Надо дать команду включиться на оба. Где, кстати, Коневся? Я хотел бы с ним побеседовать. В госпиталь. Белочка пришла. Допился. Нет, я не буду этого подписывать. Ну почему? Ну как? Ну не могу, я как вы не понимаете. Если это подпишу, я банкрот. А если не подпишешь, покойник? Аркадий Михайлович, не слушайте их. Ты его слушай. Его. Он тебя защитит. Бездержки процесса. Аркадий Михайлович, ну что вы придумываете в самом деле? Какое банкротство? Хватит вам на всю жизнь. Еще и на старость останется. Тем более, что мы... Мы не хотим воздушить. Мы хотим с вами сотрудничать. Аркадий Михайлович. Ничто. Поверьте, ничто не стоит дороже здоровья близких. Их спокойствия. Их, так сказать, жизненного благополучия. Ты понял? Я вас прошу, будьте благоразумны. Мягкий ты, Митька. Бездержки процесса. Мы не хотим вас дышить. Главное, результат. Этого результата можно было добиться быстрее. Ладно, главное, не перегибать палку, а то она может и сломаться. Эй! Да, Наталья Петровна. Да, я. Кто? Какая фотография? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понял. Понял вас? Плудняк какой-то. Что такое? Ладно, потом разберемся. Ты отвези документы юристам, а я поехал к антрактиве. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Иваныч, с теплоинвестором вопрос закрыли. Но мне надо с тобой поговорить. Извини, спросить можно? Что? Спросить, говорю, можно? Денег нет, не по адресу. Времени много, найдется. Я смотрю, ты в этом деле понимаешь. Хочу сыну на день рождения такую же штуку подарить. Поможешь выбрать, я благодарю. Деньги есть. Ну, хорошо, ладно. Андрей. Александр, можете просто, Санек, вам с какой целью надо? Интернет, игры, кино? Скорее, интернет. Интернет, да. Ну, давайте посмотрим. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двойной эспрессо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока не доведут. Ну, и что ты будешь делать? Так мне кажется, надо обнять папашу. Можно и обнять. Значит, где он сейчас и что делает, ты не знаешь. Найдем мы его, никуда он не денется. Два раза он уже куда-то девался. Разжевели вы, расслабились. Зубов инопланетянин. Полжизни здесь не был. Один он и дня не должен был здесь протянуть. У него остался кто-нибудь? Родственники? Сын. О какого хрена ты тогда думаешь? Он сейчас в бегах. На него дали показания по захвату предельно ниточного комбината. Менты его ищут? Не особо. Думаю, что им проплатили. Проплатили. Менты не ищут. Зубов будет искать. Возьми на контроль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Морева слушает. Наталья Петровна, это Зубов. Да, да, Андрей… Борисович. Да, Андрей Борисович, я связалась с Дмитрием Андреевичем. Он будет ждать вас в Южно-Приморском парке в летнем кафе в семнадцать часов. Спасибо, Наталья Петровна. Пожалуйста. И все-таки мне кажется, что это действительно ваш отец. На фотографии, по крайней мере, очень похожи. А, ну, тем лучше. Так сказать, воссоединим семью. Это вам, Наталья Петровна, за беспокойство и всего наилучшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До свидания. Спасибо. Зубов позвонил с телефона Бояринцева. Ему назначили встречу на семнадцать ноль ноль. В кафе в Южно-Приморском парке его будет ждать сын. На семнадцать? Семнадцать. Есть время подготовиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, да не пытаюсь я закосить, да, приболела. Температура есть. Ладно, потом перезвоню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пруд паёкс, варгань чё-нибудь? В темпе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Как, сам вышел на сына? Нашёл? Надо же. Вот полицейские, дармоеды. Да, сентиментальность нас, русских, всегда губит. Но очень помогает в работе. Это точно. Всё надо сделать просто и быстро. Сделаем всё с дальнего расстояния. Сынка тоже ликвидируем. Мир не обеднеет, а спишет всё на бандитские разборки. Врагов у парня хватает. Кофе хочешь? Нет. А я уверен, что хочешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть, иди. СТУК В ДВЕРЬ 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 А ты куда это прихорашиваешься? СТУК В ДВЕРЬ На свидание? Можно сказать и так. СТУК В ДВЕРЬ А с кем? СТУК В ДВЕРЬ 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 Феникс вышел на связь. Возникли проблемы по контракту на зенитной установке. Там было все нормально. Люди ждали денег. Кто-то вмешался извне? В Душанбе в их Минобороны есть один деятель. Сильно мешает. Надо нейтрализовать его по нашей линии. Шпионаж в пользу России? Думаю, да. В наших бывших республиках очень этого не ведут. Организую течку информации для их Министерства безопасности. Пусть порадуют президента громким разоблачением. Сделаем. Но только после Зубова. Само собой. Как работает майор Цыган? Сработалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компания за крайним столиком ваша? Да, страховочная группа. Как вы догадались? Люди, когда целуются, либо смотрят на партнеров, либо закрывают глаза. Они осматривают пространство вокруг. Вы просто знаете, что там должны быть наши люди. Вот и приглядываетесь. Зубов тоже знает. И ставки у него выше. Пусть лучше просто пьют пиво. Не нужно переигрывать. Бродяга, я Шархан. Дай команду студентам не целоваться. Вот так лучше. А где группа Сафарова? В оттяжке. Я Шархан. Стрела, ответьте. Ставина, Бьемин. Через пять минут уходите в автономный режим. Вас понял. Сигнал. Автономный режим. Полная готовность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прибыл объект номер два. Отлично. Придем до контакта с первым. Поняла. Шархан, я Стая. Объект номер два на контроле. Бойной с пояса. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Кристина. Давай я теперь звоню. Потому что я занят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Дмитрий. Есть контакт. Лица не вижу. Без опознания не работаем. Слушай. А реально похож. Я даже почти поверил. Дмитрий. Могу работать. Объект опознан. Огонь. Дмитрий. Уходим! Куда? Вот на него! Давай сильнее! Давай! Цель ушла. Черт! Внимание! Я Шархан. Всем! Захват! Огонь на поражение! Они ушли! Через парк уходят! Вот и да чтоб тебя! Решите? Невод, я охотник. Группа Невод на приеме. Объект движется через парк. Черный, Шевроле, Тахо. Номер три двойки, Харитон, Елена. Иди, а что это было? Что за подстава? Гнова грохнули! Это вообще кто такой? Так, спокойно, без нервов. Уйдем, узнаем. Теперь есть у кого спросить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вас понял, охотник. Я подстраховался. Расставил дополнительные экипажи вокруг парка. Буду признателен, если в дальнейшем вы будете посвящать мне свои планы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Охотник, я Невод. Зафиксировал объект. Выехал из парка. Движется на север. Наши действия. Невод, я охотник. Сопровождайте объект. Мы идем за вами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Принято. Можете даже сказать мне спасибо. Родина поблагодарит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Иванович! Это я! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да засада, Галима. Походу, меня убрать хотели. Снайпер работал, мне повезло. Гнома замочили. Хорошо, я сейчас своих ментов подниму на предмет информации. Понял. Ты где? А, понятно. Слушай, будь аккуратней. Если это действительно Симон, то на него погоны работают. Да, сразу звони. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово. Здорово. Значит так, по ходу война. С кем? С Симоном Колпинским. Антарктида сказал, что с ним МНД работают, а что смотрят всем в оба. Ясно? Ясно. А это что, новый узник? Этот? Ненадолго. А с юристом что делать? Что? Ну, с юристом. С каким юристом? Ну, вчера Шульц привез. Показывай, где? Там, в другом ангаре. Пойдем. В ангаре. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Охотник, я Неват. Продолжаю наблюдение за объектом. Объект заехал на территорию заброшенной автобасы. По адресу Ленинградская улица, 22. На входе вооруженная охрана. Как поняли? Неват, я Охотник. Понял вас. Продолжайте наблюдение. Мы скоро подъедем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Принято. Адрес слышали? Знакомая автобаза. Объект рейдерского захвата. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это хорошо. Значит, отожжение полиции никого не уделит. Рацию. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стая, ответьте Шархану. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стая на приеме. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Цель привезли на объект, который контролируется криминалом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Работать будем под крышей полиции, как поняли. Принято. Первый раз веду розыск нечеловека, а мишени. Вас это напрягает? Не вдохновляет. Тогда вы выбрали не ту контору. Не я контора меня выбрала. Мои родители тем же занимались. Было бы странно, если я пошел, например, в космонавта. Хотя иногда, мне кажется, эти профессии похожи. Да? Чем же? Одиночество. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не знаю, где уставные документы. Поверьте, директор хранит у себя. У меня, у меня дочка маленькая. Я только наемный работник. Пожалуйста. Значит так. Приведешь его в порядок, вывезешь куда подальше и отпусти. Как отпустить? Ашуль сказал. Я сказал выполнять. Ну что, повезло. Подними. Ну что, очухался? Помочь? Шульц, убьешь ты. Да мне похрен! Ты что, не понял? Он нам замануху устроил. Из-за него гнома завалили. Я тебе сейчас, падла, яйца тупым ножом резать буду. Да ты у меня в яме сгниешь. В собственном дерьме. Да нахрен я буду? Я тебе сейчас мозги вышибу. Прямо здесь. Понял чмо? Железновый, ищешь себе точку. Прикрываешь нас по всему периметру автобазы. Не ладно. Мы работаем через главный вход. Все ясно? Степень применения силы. Это бандиты, и можно не церемониться. Вперед. Эй, майор, а вы куда? Ждите здесь. Да, конечно. Я ищу. Вы убиваете. Все понятно. Ну, кто на что учится? Смотрите. Опусти пушку. Я сказал, ствол упустил. Ты у людей когда-нибудь стрелял, сынок? Не бойся, не промахнусь. Я же вижу, что нет. Вот и не надо начинать. Я бы в тебя все равно не смогу выстрелить. Даже когда тебе подзатыльник дал за съеденное соседское мороженое, и то неделю переживал. Но уж когда-то из дневника страницы двойками выдирал. Руку, руку убрал! Стоять! Я твой отец. Кто там? Полиция, открывай, у нас постановление на обыск. Сейчас открою. Сейчас. Открываем. Сейчас, сейчас открою. Откуда? Ты откуда взялся? Мы его отца убили. У меня его никогда не было. Мой отец мерз почти. Но это долгая история. Нет, Джорджик. Я ничего не хочу слышать. Я ничего не хочу менять. Моего отца нет. Слышишь? Хочешь ты или нет, но я есть. Так это легко. Это очень легко исправить. Исправляй. Так сейчас исправлю. Исправляй прямо сейчас. Сейчас исправлю. Сейчас исправлю! Да это нифига не менты. Это ручные мусора Симола Колпинского. Короче, бери ствол. Так. Ты попридержи их там. Ну? Я Митьку предупрежу и сразу к тебе потянусь. Ага. Если что, вали их всех. Понял. Ну что, придется еще посидеть? Ради твоей же безопасности. Пошли. Открываю, господа полицейские. Господа полицейские. Ау! Господа полицейские! Ау! Все эти годы я жил мыслями о вас. Вначале о тебе и о маме. Потом только о тебе. Митя. Вот о маме ничего не говори. Очень трудно жить. Когда некого любить, и нет никого, кто любит тебя. Замолчи. Заткнись, я сказал! Я устал. Хочешь стрелять, стреляй. Слушай. Зря, надо было живым. Где нам теперь искать нашу цель? Разберем тебя. Ворота закрыли. Ну чего ты ждешь? Стреляй. Стреляй. Стреляй! Ну чего ж ты ждешь, Митя? Ты ж хотел все исправить. Исправляй. Стреляй. Лена, кто такие? Тихо, тихо. Не надо, не надо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Где ваш сегодняшний плен? В ангаре. Это где? Там! А Симонов? Угадал. Симон, все нормально. Мы вышли на их базу. Его убил, а? Убил, да? А? Я его убил. Тебя вообще здесь не было. Пошли, сынок. Пошли. Вперед, вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли. Витя, уходи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чисто? Рацию. Стрела. Я Шерхан. Прием. Стрела на приеме. Видишь цель? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Номер один не вижу. Вижу цель номер два. Где? Порядка 30 метров от вас на 12 часов. Идет на сближение. Работать? Не надо. Ищи цель номер один. Есть. А мы возьмем пацана. Тихо. Пацаны! Вы где? Шульца убили! Стрела, заткни! Петяй! Пацаны, вы где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы где? Черт! Да, бабушку! Ну, здравствуйте, Дмитрий Зубов. Витя, ты где? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Митя, ответь мне! Митя, где ты? Да. Митя, что у тебя происходит? Это не Митя. Привет тебе от Симона Колпинского, Антарктида. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Зубов, как дела? Может, выглянешь? Решим всё, как ковбои, один на один. Не хочешь? А у нас тут твой сынок. Симпатичный парнишка. Вот думаю, прострелить ему башку. Считаю до трёх. Раз. Два. Три. Ну, как знаю. ВЫСТРЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК РАЦИУ. СТРЕЛА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что? Квитишки, его. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все чисто. Номер не прошел. Дальше что? Уходим. Инициатива теперь на его стороне. Тащите парня в машину и переведите его в чувство. Он мне еще понадобится. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Полковник Масютин высоко оценивает вашу работу. Думаю, ее нужно оценивать по результату. Ну так вы его и даете. Это же не ваша вина, что проколы случаются на заключительной стадии. Может быть, было бы лучше, если бы я работал со своими людьми? Вы могли бы задержать объект и передать его полковнику Масютину. Думаю, что в этом нет необходимости. Задержанный Дмитрий Зубов. Я хотел бы с ним побеседовать. С ним уже работают. Я привык сам допрашивать задержанных. У нас другие правила. Что-нибудь еще? Никак нет решить идти? Конечно. Майор, а знаете что? Поезжайте домой, отдохните. Спасибо, я не устал. Я буду ждать в кабинете результатов допроса Дмитрия Зубова. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Доброй ночи, майор Цыган. Скажите, а мы включили на прослушку по объекту беглец адвокатесу его сына Мореву Наталью Петровну? Включить. И как можно скорее. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА 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 КРИКИ Девушки должны работать! Я все отдам! Деньги зарабатывать! Какие проблемы? Я же плачу. Какие претензии? Ничего себе! Смотри, Мишаня, а принц-то щедренький. И откуда же ты такой нарисовался, принц? С юга. Обыщи южанина. Стоять! Ты прыг! Тебе прыг! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Капитан полиции Плотников Михаил Евгеньевич. Оперополномоченный. Милиция. ВЫСТРЕЛ Полиция. Ты уедешь, а мне еще с ними жить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что узнал? Говорил с нашими ментами. Штука Джона Шульц в морге. Трэш на больничке. Митьки нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У ментов? Клянуться, что нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Веришь? Веришь? Насколько можно сейчас кому-то верить? Ну, думаю, что в этом случае протекло бы. Тут вот еще что. Трэш слышал, как главный их Симону звонил. Значит, Митька у Симона. Прознал про историю с его отцом и устроил ловушку. Индийское кино какое-то. Вся жизнь наша индийское кино, просто мы этого не замечаем. Свяжись с Симоном. Скажи, что у меня к нему есть вопрос. Сейчас не лучшее время и сил мало. Что ты предлагаешь, умыться? Нет, я парню не брошу. И ты знаешь почему. Пей. Двойной. Пока кофе не выпил, утро не настало. Так ведь. Вы кто и где я? Ну, скажем так, я тот, чье имя тебе лучше не знать, а ты там, куда тебе лучше не попадать. Ну, я уже попал. Короче, давайте без ваших ментовских прихватов. Я требую адвоката. Мить, Мить, Мить. Адвокат положен задержанным или обвиняемым. А ты ни то, ни другое. А кто же я? Ты пленный. На войне. На какой войне? На той, где нет никаких правил. И я могу сломать тебя и уничтожить. Без суда и следствия. Просто мне кажется, что ты не враг и вообще попал во всю эту историю случайно. Вы о чем говорите? В какую историю я попал? В историю предательства, Митя. Предательства твоего отца, которую теперь он хочет передать тебе по наследству. Ты пей кофе, пей. Остынет. Спит. Очнулся, Рэмбо. Ты кто такой? Тот, кто не любит, когда у них по карманам шарит. Вы же милиционеры. Почему про ституты крышуете? Не твое собачье дело. Фамилия твоя как? Умник. Иванов. 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 Ха-ха-ха. Иванов. Слышишь, ты? Иванов. Зря ты на нас напрыгнул. Тебе сейчас минимум десятка светит. Мы были при исполнении. Сигнал отрабатывали. А баба подтвердит. А может, договоримся? Сколько? Полтинник. Маловато будет полтинник. Нормально. Сотня. Шестьдесят две. Ты что, на рынке, что ли, а? У меня больше нет. Отпусти его. Вроде правду говорит. Согласился бы на любую сумму. Не поверил бы. Где деньги? Иванов. Феджаке визитка моей адвокатши. Позвоню, объясню. Она все устроит. Это она. Алло. Здравствуйте, Наталья Петровна. Это Андрей Зумов. Здравствуйте, Андрей. Вы встретились с сыном? Да, встретился, спасибо. А сейчас у меня неприятности. Вы не могли бы подъехать. Я вам заплачу за хлопоты. Наталья Петровна. Хорошо, где вы находитесь? Слушаю. Какой отдел полиции? Я его почти не помню. Я даже его не узнал. Он, когда жил с нами, почти всегда был в командировках. А потом мама сказала, что он погиб. Я знал твою маму. Думаю, что она просто берегла тебя. Лучше знать, что твой отец мертв, чем жить с тем, что он предатель. Скажите, а вы сами его знали? Зачем он это сделал? Ну, возможно, разные варианты. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Там тоже умеют работать. Может быть... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извини. Да. Где? Сейчас еду. Так, ну, тебя сейчас покормят, а потом продолжим. Я не понял, я что, здесь надолго? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК От тебя зависит. Проходите. Я не поняла. Что здесь произошло? Оказалось сопротивление при проверке документов. Пришлось применить физическую силу. Вы что-нибудь еще хотели? Я бы хотела, чтобы полицейские говорили правду. Но это уже из области фантастики. Отстегните его. Я сказала, снимите с него наручники, иначе у вас будут неприятности. Оскар, отстегни его. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, достаточно? Достаточно. Оставьте нас одних, мне нужно поговорить с моим клиентом. Слышь, что-то твой адвокат как-то неправильно себя ведет. Разберемся. Разберитесь. У вас пять минут. Пошли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что у вас случилось? Я разобрался в жизненной ситуации много лет назад. Очень далеко отсюда. Наталья Петровна, я не смогу воспользоваться вашими услугами по ряду причин. Тогда зачем вы вызвали меня сюда? Чтобы сбежать. А что вы делаете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК где ногтей. Да, зачем вам? Чтобы взять вас в заложники. Меня? Я проверил. Зубов официально среди задержанных не числится. Мы не знаем, какой у него паспорт, под какой он сейчас фамилией. Думаю, его просто не оформили. Он должен был приложить максимум усилий, чтобы он засветился. Уверен, что он предложил взятку и вызвал адвокатесу, чтобы та привезла деньги. Думаете, у него есть сумма, способная заинтересовать нынешних ментов? Не думаю. Просто он будет прорываться. Прикрывайся, адвокатес. И еще. Мне надоело его ловить. Сегодня я пойду с вами и проконтролирую все сам. До конца. Ну что, все? Руки подними. Тихо, тихо. Тихо, мужик. Спокойно. Пусти. Поздно. Кстати, эта пилочка, я могу и ее, и тебя, и еще человек пять ликвидировать. Меня это мучает. Я не сомневаюсь в этом. Пистолет на пол. Я иду внутри один. Вы остаетесь здесь. Просто узнаете, в каком он помещении. И выходите. Конечно. На последней стадии обязательно передам дело руки профессионалам. Чисто плюй хренов. Я Шерхан. Всем занять позиции. Медленно. Вынь пистолет и опусти на пол. Нет. Тогда я ее убью. Мне терять нечего. Убивай. Это ж твой адвокат. А мне на нее плевать. Мне тоже плевать. Но тебе, я думаю, не плевать на себя. Неоформленный, задержанный, убил адвоката в отделении полиции. Начнутся разборки. Даже если удастся отмазаться, с работой придется попрощаться. А ведь это твой бизнес, не так ли? Пистолет на пол. Вынь пистолет. Хорошо, хорошо. Все, тихо. Тихо, тихо. Вот и вынец. А теперь медленно. Смотри. Стая, я, Шархан. Есть движение? Никакого движения по периметру нет. При появлении объекта огонь на поражение. Невзирая ни на какие обстоятельства. Как поняли? Стая, принята. Стрела. Поняла. Спокойно. Может, все на заводе будет? Странно. Пять минут назад с адвокатчиком прошли. А в кабинете их нет. А может, я около кабинета подожду? Вообще-то, не положено. Вон его напарник идет. Оскар, ты Мишку Плотникова не видел? К нему пришли. Занят он. Работает задержанная. Может быть, я помогу? Вы по какому вопросу? Это что такое? Оскар, все нормально. Все нормально. Спокойно, Оскар. Спокойно. Оружие на пол. Все. Оскар, делай, что он говорит. Спокойно. Вы тоже. У меня нет, я заявитель. С левой стороны под пиджаком. Оружие на пол, заявитель. Работаем даже в том случае, если он выйдет с заложником. И даже если с нашим заложником. Как поняли? Стая, принято. Стрела поняла. Девушку не жалко? Когда вы выйдете, они начнут стрелять. Вас там уже ждут. Зубов. Что вы сказали? Я сказал, если вы выйдете, они начнут стрелять на поражение в любом случае. Откуда вы знаете? Я один из них. Сдаете своих? Пытаюсь избежать жертв среди гражданских. Девушка ни при чем. Сколько задержанных в камере? 17. Внимание всем. Внимание всем. Где ваша машина? Я к ней. Тебя. Где идет? Тебе! КОНЕЦ КОНЕЦ Почему вы меня забрали? А почему они хотели вас убить? Долгая история. А что, боитесь, не успеете рассказать? Истечуете кровью? Не боюсь. Царапина. Извините, что так вышло. Остановитесь здесь. Нет. Сначала я узнаю, во что влипло. Из-за вас. Тогда нужно заехать в одно место. Нужно забрать кое-какие свои вещи, пока эти парни не опомнились. Хорошо. Куда ехать? Ну как, тут живой? Ребра сломал. Кажется, к врачу надо. Переживешь. Зубов тоже ранен, и врач ему неслит. Некогда. Снимайте железную сточку. Поехали. В машине отойдешь. Что произошло там на критке? Вы опоздали. А я пытался избежать жертв. В следующий раз позвольте принимать мне решение. Ответственность за операцию нам нет. Решение и так принимаете вы. А ответственность, вот она, ваша ответственность. А не на вашей совести. Это ее не слишком обременно. Не сомневаюсь. Есть идея, где теперь искать нашего безунчика? Его задержали на адресе у одной проститутки здесь недалеко. Возможно, там остались его вещи и деньги. Поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Они… Ты знаешь, что они бы сделали? Они же из полиции, ты пойми. Мне же еще жить с ними, ты понимаешь? Они же крыша моя. Андрей, ну послушай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Почему ты меня ударила? Они тебя били, и я тебя защитил. Ну не просто же так. Что не просто так? Не просто так защитил! Их я давно знаю, а от тебя не знаю, чего ожидать! Почему ты так решила? Потому что просто так помогать, дураков здесь нет! Ты что, с Луны, что ли? К сожалению, нет. Так что отступать мне некуда. Готовы? Все в сборе? Майор Цыган, а вы останьтесь в машине. Работаем. Давай, вперед. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пусто. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что тут у вас? Из комнаты он забрал только ноутбук. Девка про тайник ничего не знала. Говорит, что только после его ухода заметила, что одна панель не на месте. Где она его подцепила? Снял на проспекте. Тогда у него была машина, но ни номеров, ни марки она, конечно, не запомнила. Понятно. Сворачиваемся, едем на базу. А я бы поехал к адвокатесе. Я же дал команду сидеть вам в машине. Вы не озвонились, войдя в адрес. Я должен был проверить, живы вы или нет. Ну и что там насчет адвокатесы? Думаю, если бы она хотела убежать во время перестрелки у отдела полиции, она бы убежала. Поднять все ее адреса. Дать ориентировку в полицию по похищению. Все, уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите, я посмотрю ваши раны. Ерунда, царапина. Я руки помою. Квартира ваша? Ну, что ты вроде того. Значит, они придут и сюда. Не придут. О ней никто не знает. Я сняла ее, когда была в розыске. В розыске? Да, почти полгода. После того, как сбежала из тюрьмы. Я все-таки посмотрю ваши раны. Вы пачкаете кровью пол. Проходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Готовы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чисто. Здесь тоже. Ну и что нам теперь делать? Нужно оставить засаду. Если он ее отпустил, она вернется. Если она по каким-то причинам стала его сообщником, она его, конечно, определит сначала куда-нибудь, но потом все равно вернется. Вы думаете, она помогла ему бежать? А с какой стати? Она ведь просто адвокат его сына. Чужая душа потемки. В любом случае, она последняя, кто его видел, и она нам нужна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вызывай группу. Оставляйте засаду. Действительно. Всего лишь царапины, а столько крови. Розыск. Почему мы были в розыске? Я тогда работала в следствии. Как-то отказалась взять деньги за решение нужного вопроса. Ну и началось. Деньги в сейфе, допросы, свидетели, заявители. Потом я на три месяца оказалась в следственном изоляторе. И когда я поняла, что никогда больше оттуда не выберусь, попросилась на допрос и сбежала. Перебили охрану? Ну зачем же так? Есть и другие способы. Следователь из Москвы испытывал ко мне симпатию. Предлагал различные поблажки в обмен на мою благосклонность. Пришлось этим воспользоваться. СТУК В ДВЕРЬ Знаете, о чем я сейчас подумал? На кой мы вам нужны? Я всегда говорил, что ты умный. Ваша главная задача – охранять бизнес. Но о какой охране может идти речь, если вы не можете справиться с одним человеком? Тем более с человеком, который полтора десятка лет отсидел в камере одиночки. Ну, во-первых, это не просто один человек, а Зубов. А во-вторых, ему пока просто везет. СТУК В ДВЕРЬ Я чтобы этого слова больше не слышал. Нет везения в оперативной работе. Есть только непрофессионализм и раздельдяйство. А еще чистоплюйство – самое страшное из бед. У вас на все про все два дня. Два дня. Режьте на куски его сына, баб, друзей, кого угодно. Но Зубов должен быть мертв. Через три дня приезжают люди из Дамаска. Я что, должен объяснять? Какой это рынок сбыта? Ох ты! Да это же целый поезд! Сейчас пойдем, пойдем играть. Ах ты мой, дорогой! Сделайте так, чтобы к приезду людей из Дамаска меня не мучили, никакие другие проблемы. Ох ты! А где еще были? А? Кажется, старик по-прежнему видит себя генералом, а она своими шестерками. Без его связи в столице нам не справиться. А с другой стороны, если его не будет, то эти связи вынуждены будут работать с нами, или сосать лапу. Надеюсь, что это была неудачная шутка. Конечно! Только ты больше об этом никому не рассказывай. Юмор тонкий, и все поймут. А что было после побега? После побега я пряталась, воевала, писала в Москву, поднимала прессы, в результате они были вынуждены пойти на сделку со мной. Закрыли дело в обмен на увольнение? Ну, примерно так. Что произошло с этой страной? Многие считают, что от нее отвернулся Бог. Но мне кажется, что это мы с вами от нее отвернулись. Вы знаете, иногда больный человек так раздражает своими соплями и кашлям, что хочется убежать, вернуться, и чтобы кто-нибудь без тебя его вылечил. Но у него никого, кроме тебя, нет. Можно задать вам вопрос? Задавайте. Нас сегодня чуть не убили? Кто так хочет вашей смерти, что не жалеет для этого ни средств, ни сил? Те, кому выгодно. Чтобы больной никогда не выздоровела. У вас есть во что переодеться? Да, конечно. Выпьешь? Да нет, мне еще с младшим зубовым доработать надо. А я выпью. Может, его на химию? А смысл? Он и так правду говорит. Его надо подтягивать, на папашу затачивать. А папаша обязательно выйдет на сыночку. Да так, что мы и не заметим. Поэтому младший зубов должен поиграть за нашу команду. А давай подержим его? Пусть зубов придет его спасать. Не придет. Профи не играют в героев. Они ими работают. Привет. А часов в пять утра позвонить слабо было? Ну, извини, как выдалось минутку, так и набрал. Я, наверное, Нину разбудил? Да нет. Она же лет сто на звонок моего телефона не просыпается. Что у тебя стряслось? Пойдем, отойдем. Присядем. Слушай, ты в своей собственной безопасности работаешь со всеми подразделениями? К сожалению, да. У нас даже жена Цезаря под подозрением. А расскажи мне про подразделения генерала Карасева. А тебе зачем? За те десять лет, пока мы знакомы, ты первый раз задаешь ему такой вопрос. Потому и задаю, что знаю тебя десять лет и не хочу тебе неприятностей. Акции Карасевского подразделения резко пошли в гору. Он стал национальным героем конторы. Еще бы. Пока все заигрывали с общественным мнением, люди Карасева ликвидировали международного торговца оружием. И даже предательство Зубова им не помешало. А предательство Зубова было доказано? А как ты себе представляешь процесс доказывания? Было объявлено предатель и точка. А Карасева разрешили в составе его службы создать специальное подразделение. Отдел оперативного вмешательства? Ага. Тогда еще говорили отдел хирургического вмешательства. Расскальпелем. И нет проблемы. Кого током ударило? Кто мороженого с полонием поел? За Карасевым стоит бывший шеф нашего управления генерал Дидюн. Сейчас он президент компании Русь Оружие. Стоп. Ликвидированный Джакарти Чуб занимался контрабандой оружия. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А то у нас в безопасности один майор тоже. Начал ими интересоваться. И что? Сидеть ему еще девять лет. Якобы, находясь в отпуске в Турции, продал секреты Родины. То ли толщину ниток, которыми дела сшивают, то ли название типографии, в которой бланки протоколов печатают. И никто за него не вступился. Мотай на ус. Подожди, я не понял. И не надо. Не надо тебе ничего понимать. Просто не лезь. Я надеюсь, ты меня не писал? Кто из нас начальник гестапо? Ты или я? В общем, дружеский тебе мой совет. Не гони ты волну. У нас инициатива наказуема. Ладно, пойду я. А то мне вставать надо. Ну вот и все. Остальное вы видели сами. Вы знаете, почему я вам верю? Не знаю. Потому что такое невозможно придумать. Мне, наверное, нужно поехать домой. Там наверняка нашли брошенную машину, и полиция уже обивает пороги. Я скажу, что вы увезли меня за город и бросили на трассе. Не стоит сейчас уходить. На вашей квартире уже наверняка устроена засада. Конторские возьмут вас. Вколят химию. И вы как миленькая приведете их сюда. Что же вы собираетесь делать? Убьете меня как свидетеля? Нет, вы мне нужны. Зачем? Из отделения я вас вывела. Квартиру он предоставил. Я вам теперь не нужна. Нужны. Вы единственная, кто про меня знает. Завтра соберете журналистов и скажете им, что преступник, взявший вас в заложники, рассказал вам свою историю. Поднимется шумих, и вас будет труднее обработать. Потерпите пару дней. А там все решится. Каким образом? Либо меня убьют, либо я их. Еще чаю? Да. От вас отстанут по-любому. Адвокатесса Морева так и не объявилась? Полиция обнаружила ее машину, брошенную в центре. Мы с трудом притормозили их расследование, но долго держать ситуацию под контролем мы не сможем. Это может означать, либо она мертва, либо Зубов ее удерживает, либо она сообщница. Не снимайте наблюдения с ее квартиры. Я хотел бы поговорить с Дмитрием Зубовым. С Дмитрием Зубовым сейчас работаю я. Вы же знаете главное правило работы с людьми. Не спускать свору собак на одну кость. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, простите, пожалуйста. Извините. Ничего. На моей груди уже пятнадцать лет не просыпалась женщина. Да? А как же та девушка, у которой вы ночевали? Это другое. Ой, для журналистов я выгляжу не слишком презентабельно. Мне нужно уехать, привести себя в порядок. А вы оставайтесь здесь. СТУК В ДВЕРЬ 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 Добрый день. Это материалы, которые вы просили у полковника Масютина... Спасибо, Дмитрия Сергеевна. Скажите, вы давно работаете в управлении? 18 лет? Вы хорошо знали Андрея Зубова? Не больше, чем все. Извините, меня ждет Анатолий Владимирович. Конечно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что? Я говорил с Симоном. Он все отрицает. Вред. Не похоже. Он даже готов навстречу. Тем более вред. Симон Хитер понимает, что если не согласится на встречу, то сразу станет ясно, что Митика у него. Он же не знает, что Трэш выжил и рассказал нам про его людей. Как-то все очень просто. Может, кто-то нас хочет стравить? Кто? Некому уже нас стравливать. Забивай встречу и готовь команду урониться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артур. Что еще? Когда речь идет о парне, ты не можешь сохранять холодную голову. А ты смог бы? Если бы на кону стояла жизнь твоего сына. Забивай стрелку и витой в команду урониться. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ее зовут Люстар. Она работает в клубе на Бали. У твоего отца новая жизнь, парень, и ты не являешься ее частью. Мама говорила, что она так любила его. Но, как видишь, это не значит, что он тоже ее так любил. А зачем он вышел на меня? Потому что так нужно для работы. Мы же взрослые люди, парень. Во всем мире спецслужбы используют криминал. Ему нужен был не ты, а твои возможности. Кстати, юрист, которого вы держали на автобазе, уже готов давать показания. Это я так просто для твоего сведения. В дополнение к напоминанию, что тебя ищут. То есть, если я не стану помогать вам, вы меня сдаете ментам. Я не хочу, чтобы ты шел на это из-под палки. Я хочу, чтобы ты помог нам осознанно, а заодно и себе. Трудно ведь жить с таким грузом, как неотмщенная смерть матери. Мать убили из-за него? К сожалению, да. Они хотели использовать ее для одной операции, как бывшего сотрудника конторы. А она отказалась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы столько лет знали и молчали. Вы знали, кто убил мою мать. И ни черта, ни черта не делали. Мы ждали и дождались. Я понимаю, как тебе тяжело, парень, но... Ты должен нам помочь поймать твоего отца и отомстить за свою мать. Товарищ полковник! В чем дело? Вас срочно к генералу Карасеву. Присмотри за ним. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Входи. Надеюсь, что это срочное? Я уже почти закончил с парнем. И как он? Наш! Если в серьезной конторе серьезные люди рассказывают секретную информацию о судьбах мира, верят даже умудренные сединами профессора, что говорить о парне с десятью классами за спиной? Еще немного, и он сам пойдет мочить папочку шпиона. Это хорошо, потому что папочка уже пошел в атаку. После побега из отдела полиции, Зубов Андрей Борисович сообщил мне, что является бывшим сотрудником спецслужб, в отношении которого 15 лет назад были сфабрикованы материалы по измене родине. Также он мне сообщил, что после общения с ним моя жизнь тоже находится в опасности. Запись пресс-конференции, которая закончилась полчаса назад, прошло уже по трем каналам. Зубов ее завербовал? Не думаю. Такие женщины любят героев. Я ознакомился с материалами. Ее побега, розыска. Лара Крофт отдыхает. Значит, эту пресс-конференцию придумал Зубов? Уверен. Хочет ее обезопасить от нас? Поднять общественное мнение? Помнит, как мы шугались с газетчиком в конце девяностых? Он не учел одного. Времена изменились, и нам плевать. Нам да, а бизнесу нет. Генералу перед встречей с сирийцами это не понравится. Не лезь к ней пока. Зубов на то и рассчитывает. Нельзя сбавлять газ. Я должен поговорить с генералом. Тогда привет ему. Кстати, если ты забыл, ты тоже генерал. А он генерал в отставке. СТУК В ДВЕРЬ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оружие. Чаю. И зелёного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боишься меня, Симон. Это правильно. Где Митька? Я не понимаю, о чём ты. Я согласился встретиться с тобой только для того, чтобы показать, что не имея никакого отношения к тому, что произошло с твоими людьми. А кто имеет, Симон? Назови мне хотя бы один вариант. Кто бы это мог быть, кроме тебя? Я не обязан тебе ничего называть. И не буду продолжать разговор в таком тоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, ты прав. Нервы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Симон! Тут у нас трансы. Отравились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставь их в покое. И так про Россию небылицы рассказывают. Нервы, говоришь? Я все понимаю, Антарктида. Когда что-нибудь происходит с моим сыном, тоже сам себе места не нахожу. Это телефон для связи с нами. На связь будет выходить Артур Вагнерович. Отца не ищи, пусть он выйдет на тебя сам. И помни, твой отец хоть и предатель родины, но профессионал. Он тебя по-любому переиграет. Твоя задача просто назначить встречу и сообщить нам. Ты меня понял? Я все понял. Легенду для своих запомнил? Запомнил. Вот только с ментами как? Мы все решим. Ладно, пошли. А то твои друзья, потеряв тебя, наверняка волнуются. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Окей, что сделаем? У нас, безусловно, были разногласия по теме пельменного завода. Твой Митя – парень горячий. Он не всегда умеет слушать. Мы с ним не нашли понимания. И вообще, я советовал бы тебе пока не пускать его в свободное плавание. Горячий. Дел может натворить. Я учту, Симон. А пока я бы хотел просто его найти. Как я уже сказал, к сожалению, ничем тебе помочь не могу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, где Митька? Ты выжил из ума. Клянусь, я не знаю, где он. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Где ты был? Мы тебя ищем. В плену сидел. Меня забрали, по-видимому, те, кто напал на базу. Но они зевнули, я сделал ноты. А где ты? Ты сошел с ума! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 И никого не запомнил. Когда я с Шульцем начал допрашивать своего псевдопапочку, началась стрельба. Стреляли со всех сторон. Джона убили. Трэша, штуку. Дальше я ничего не помню. А Шульц? Я не видел. Не помню. А что помнишь? Дальше все как в тумане. Какой-то наркопритон, что-то кололи. Потом нагрянули менты, и охрана сбежала. Я сунул бабла ментам, чтоб они не поднимали шум. А что, они у тебя даже деньги не отобрали? Мне кажется, была такая команда. Другого объяснения, по-моему, нет. Иваныч, я вот как думаю. На притон соваться бессмысленно. Это расселенный дом, там концов никаких. Но разбираться надо. Уже разобрались. Трэш выжил. Он слышал, как люди говорили с Симоном. И Симон уже ответил. Ладно, иди отдыхай. Угу. Угу. Врачу покажись. Неизвестно, что они тебя там кололи. Угу. 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 Да ну. Как ты? Нормально. Возьми пока вот эту тачку. Твоя еще в ментовке. Спасибо. А откуда она? Конфискация. Приставы по кафе на Новгородской в нашу пользу изъяли. Катайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наталья Петровна, здравствуйте. Дмитрий Зубов без погоди. Надеюсь, что у вас все хорошо. Готова встретиться, только не сейчас. Я сейчас занята. Спасибо. До встречи. Извините. Да ничего, Наталья Петровна. Читайте. Подписывайте. Ну вот как так, Морева? Я в следствии давно. Но такого, как с тобой, еще у меня не было. И заключенная. И беглянка. И заложница. И кем только быть не доводилось. А я вот тут сижу. Это судьба у вас такая, Михаил Петрович. Рожденный сидеть не летает. Хм. Зато рожденные летать часто садятся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здрасте. Вы кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Могу я поговорить у вас в кабинете с Натальей Петровной? Если вы не против, конечно. Конечно. Мать, ну куда ты? Мать, я за тобой не спиваю. А я за тобой не спиваю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я изучил ваше прошлое, Наталья Петровна. Любите приключения? Это они меня любят. Это не то приключение, которое пойдет вам на пользу. То есть? Где Зубов? Не знаю. А что, все, что он мне рассказал, правда? Судя по вашему внезапному появлению. Да нет, ну что вы. Это сказки. Сказки психически больного человека. Отдайте. Мое руководство считает, что мы должны вести себя по-другому. Но у меня особое мнение. Где Зубов? Где он? Я запихну тебя в камеру, и в этот раз ты не отмажешься. Сгниешь там, обещаю тебе. Кем ты была в тюрьме? А? Три месяца. Под стилкой охраны? Хочешь туда опять? Говори. Спасибо. Если раньше я сомневалась, то теперь я ему верю. Иди к черту. Ну что ж, тем хуже для тебя. Кстати, если захочешь пожаловаться, меня тут не было. А следователь был руководством. ГРУСТНОК 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 Всегда восхищала твое умение выглядеть классно, даже на прогулке с собаками. А у меня твое умение появляться из воздуха. А ты изменился. Все меняется. А глаза другие, не те, что прежде. Конечно. Ведь я предатель Родины. Я думаю, что нет смысла спрашивать тебя, что было. Ты в твою измену все равно никогда не верила. Я всегда ценил твой ум. И поэтому женился на Кате? А ее я любил. А ты продолжаешь говорить правду. Тебе да. Что ты хочешь? Адрес Карасева. Я с ним только поговорил, обещаю. Ты же знаешь, я не вру. Понятно. Прости. Рад был тебя видеть. Погоди. Мы еще увидимся. Одно из двух. Знаешь, Зобов, мужики делятся на тех, от кого болит голова и от кого накружится. Ты всегда относился ко второму. Спасибо. Вы были правы, он приходил. Я дала адрес. Спасибо, Гера Сергеевна. Отдыхайте. Товарищ генерал, у себя можно зайти? Это срочно. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Девушка сейчас на взводе, я ее нагрел. Скорее всего, побежит жаловаться. Думаю, что это будет звонок из телефона автомата или интернет-кафа. Устаньте, я ее тень. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сделаем? Да. Что? Выполняется. Я еду. Я понял. Понял, понял. Еду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Удивительно, что вы меня помните. Ну, это же моя работа. Никто же не удивляется, что физик помнит все формулы. А помнить гостей – это азбука моей профессии. Как ваша очаровательная спутница? Она умерла. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Спокойно. Дернешься? Башку прострелю. Руки от ствола убрала. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сколько вас в засаде? Двое. Я прикрываю. Как зовут? Галя. Сделаешь то, что я скажу – будешь жить, Галя. Войдешь на связь, скажешь, что меня видишь. Допустим, я вон за тем джипом черным во дворе. Ты меня видишь, но пристрелить не можешь, так как я в укрытии. Скажи, чтобы они меня спугнули, а ты подстрелишь. Кивни, если поняла. Давай. Встаю, я стрела. Прием. На связи. Вижу клиента. Ты менять можешь? Он засел за черным джипом во дворе. Вижу часть плеча и то в тени. Прозевала подход, мать твою. Собачиться потом будем. Дерните его, он ломанется и будет у меня на мушке. Давай, не облажайся. Через минуту начинаем. Молодец, Галя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я бы на его месте пришел бы утром. Классика. Все мы на своем месте. Кроме него. Он живет по своим законам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Командир. Еду. Все. Зубовым покончено. Вот так. На каждого профи найдется парочка покруче. Благодарю за службу, майор. Я бы хотел на него взглянуть, если позволите. В морге посмотрите. Потом. Отдыхайте. Ну что, это и есть наш неуловимый Джо? Не похож? Кто убил Катю? Что ты знаешь? Ну, рак ты, Зубов. Система победит не узнает. Здравствуйте, Андрей Борисович. Давно хотел с вами познакомиться. Наблюдение с адресов снять. Пусть люди отдыхают. Всем спасибо. Отбой. Ну что, доктор? Ранение не смертельное. Ваш коллега? Некоторым. Некоторым образом. Ну, вот видите. Будете жить, Андрей Борисович. Недолго. Алло. Зачем все это? Врачи больницы. Аккуратно. Я сыщик. Но я делал вас найти. Должен заметить, хорошо работаете. Под вас только успеваю выворачиваться. Только будьте аккуратнее. В таких делах быть не в теме опасно. А вы не в теме. Вы не волнуйтесь. Берегите силы. Если я предатель, почему бы меня не взять живым и устроить показатели процесса? Почему они хотят, чтобы я замолчал? Чего боятся ваши шефы? Они похожи на человека, который не задает вопросов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что там у вас? Едем в больницу. Минут через десять должны приехать. А кто вам дал команду везти его в больницу? Это что за самодеятельность? Хорошо. Значит, я сейчас пришлю людей, передашь его из рук в руки и сразу ко мне. Понял? Так точно. Умник. Слушаю, товарищ генерал. Майора Рихтера ко мне. Товарищ генерал, майор Рихтер, разрешите? Майсютина. Садись, Володь. Это Зубов. Наслышан. Его сейчас везут в двадцать шестую больницу. Поднимай свою группу. Разрешите вопрос? Давай. Группа Майсютина по этой теме больше не работает? Ее больше нет. И самого Майсютина тоже. Знакомство обещает быть интересным. Главное, чтобы оно не было долгим. Все будет хорошо. Майсютин тоже так думал. С этого момента руководство отделом оперативного вмешательства возложено на тебя. Есть. Разрешите идти? Рихтер. А твоя фамилия в переводе что значит? Судья. В тему. Не совсем. По-немецки палач. Шарф, Рихтер. Разрешите идти? Работай. Работай. А посмотри по журналу. Сколько ты там? Коля, подожди. Яков Семенович. Мы к вам. Понятно. В 301-ю смотровую. СТУК В ДВЕРЬ 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 Давай тебе прыгнка. А посторонним сюда нельзя. Я сопровождаю ранее. Вы подождите, пожалуйста, здесь. Долго? Ну, минут 15-20. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Угу. Угу. Так... Ну, слепой огнестрел. Убери тампон. хорошо потерпите больно так сильно болит терпимо значит сильно все обработаешь как следует и полтора кубика промедула хорошо и минут через 15 в малую операционную его да иков семенович потерпите немного сейчас делаю кольчик и вам легче если пуля в плече резать надо сразу и что а то что после операции он будет под наркозом удобно с этим парнем удобно не бывает приедем увидим рита там женщина с маточным кровотечением хорошо бегу полежите немного сейчас обезболивающее подействует потом в операционную и НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Это майор Рихтер. Мы прибыли. Куда выдвигаться? Третий этаж. Налево. Хирургическая смотровая. 301. Налево. Понял. За мной. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Оружие применять в крайнем случае. Нильский останешься здесь, Кумов со мной. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Санитар, вы кровью халаты с мачком. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Рита, ну сколько ищешь ты? НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА А он смотровой? Туда пока не пускает. Вас вызывает генерал Карасев. Это приказ. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Рита, ну а где пациента с огнестрелом? А где? НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Кто отсюда выходил? Санитар с каталкой. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Я пойду, приди Нильского. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Алло, Нильский? Алло! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА